Еще один организационный момент. Видео данного вебинара, безусловно, будет записано. Я вот буквально только что включил запись. И, конечно же, вы сможете на нашем канале в YouTube, и вы обязательно получите об этом рассылку со ссылкой на эту запись. Сможете в спокойной обстановке пересмотреть интересующие вас моменты, и если вдруг не удастся досмотреть сейчас до конца, досмотреть это чуть позже. Так, ну что же, вопросы мы с вами попробовали. Насколько я вижу, все хорошо. Да, картинка и звук так и должно быть. Запись у нас будет в YouTube на нашем канале, и мы пришлем вам на электронную почту ссылку, как я уже говорил. Значит, в процессе вебинара вы можете... Прошу прощения. Вы можете задавать вопросы. Я буду периодически, ну и мой коллега Николай Тимофеев, который будет вести вторую часть вебинара, мы будем периодически к вопросам их открывать, чтобы на них поотвечать. То есть попробуем поделить вебинарные мини-блоки, да, и в конце каждого блока пообщаться, поговорить, поотвечать на вопросы. Поэтому смело задавайте, обязательно будем на них на все смотреть. Так, что еще из организационного? Да, пожалуй, все. Наверное, мы будем приступать. Сегодня вебинар у нас посвящен... Кстати, на самом деле я не хочу делать долгих вступлений. Пожалуй, скажу из важного, что все, что я сегодня показываю вживую, уже доступно. Да, то есть может быть вами проделана на своих интернет-магазинах, которые построены на Bittrex, при условии, что у вас есть Bittrex 24, поскольку мы сегодня говорим про связку интернет-магазина и CRM. Вот. Это все уже выпущено и работает. Многие вещи я уже успел сам попробовать. Какие-то, возможно, мы с вами откроем новые. Вы зададите какой-то вопрос, о котором я еще не знаю. Такое тоже бывает. У нас первый вебинар в этом году и вообще по этим новинкам, поэтому он может получиться немножко экспромтным и импровизационным. Это такой небольшой дисклеймер. Итак, еще раз. Все, что я буду показывать, это будет стандартные демо-версии, то есть то, что сейчас доступно для скачивания из... Собственно, с нашего сайта или с помощью виртуальной машины. Так, давайте мы с вами еще один маленький организационный момент. На нашем сайте в разделе мероприятия, там, где вы, собственно, регистрировались, да, это то место, где в разделе вебинары... Так, у нас сегодня уже 21, то есть уже надо переключиться на архив. Вот он наш вебинар сегодняшний. И здесь, собственно, будет обязательно приложена видеозапись. Я сюда забежал специально, чтобы посмотреть, напомнить вам про программу. Ну, значит, у нас сегодня первая часть посвящена обзору 1S-Bitrix с управлением сайтом для интернет-магазина и его интеграции с CRM-системой Bitrix24. Во второй части Николай Тимофеев. Здесь в анонсе его пока нет, но я его обязательно отдельно представлю. У него будет своя презентация, и он тоже интересно расскажет про то, как работают интернет-магазины, интересные кейсы, как, собственно, магазин сделать лучше. Ну, Коля сам за себя скажет больше. Итак, пойдем с вами, наверное, с самого начала. У меня есть, вот он, интернет-магазин. Интернет-магазин я создал на нашей демолаборатории. Это bitrixlabs.ru. Это, опять же, совершенно открытый ресурс и сайт, который вы можете использовать для того, чтобы посмотреть на новые возможности или на стандартный интернет-магазин, чтобы посмотреть, какие фишки вышли и как они работают. Просто заходите на bitrixlab.ru, и буквально в три клика создается вот такой демонстрационный сайт, который будет с вами в течение двух или трех часов, если я не ошибаюсь. Будет вам абсолютно доступен, вы сможете с ним делать все, что угодно. У вас будет административный доступ туда. Вот, собственно, как вы видите, я сюда могу заходить и, собственно, работать с админкой. Это демонстрационный магазин, и он удобен тем, что его можно в любой момент запустить, посмотреть, попробовать на нем какие-то новые фишки, попробовать что-то поизменять, и, собственно говоря, потом применить на своем магазине. Значит, про сам магазин. Про сам магазин в двух словах. Как вы понимаете, это стандартный магазин. Он, видите, построен на базе магазина одежды, и здесь, в общем, есть все необходимое. Он совершенно замечательно выглядит с точки зрения оформления, весьма нейтрален. И, пожалуй, там самая большая ценность вообще стандартного магазина в том, что блоки каталога, да, вот эти вот кусочки, которые вставлены, в общем, в общий дизайн, да, и представляют у себя список товаров и карточку товара, различные фильтры, каталогизацию и так далее, по сути, совершенно нейтральны. Ну, то есть, грубо говоря, если взять вот этот кусочек и вставить его в практически любой другой магазин, будет это смотреться совершенно нормально. Это сделано специально для того, чтобы вы могли использовать на своих магазинах максимально стандартные компоненты и, собственно говоря, с меньшими затратами их обновлять и запускать новые фишки, которые выходят в платформе Bittrex для вашего интернет-магазина. Это, пожалуй, весьма неплохое решение. К чему мы вообще собрались? Про сам магазин я сегодня особенно рассказывать не буду. Я уверен, что вы его прекрасно видели, знаете и, наверное, даже используете. Мы будем говорить о том, как связка интернет-магазина с системой CRM поможет вам работать лучше и эффективнее. Что такое связка интернет-магазина и CRM? Это возможность интегрировать две системы. Интернет-магазин – это у нас витрина, где люди приходят и, собственно, ищут товар или приходят уже на конкретный товар и его приобретают. CRM-система – система внутренняя, которая нужна для того, чтобы ваши сотрудники, то есть те, кто работает с обработкой заказов, им было удобно работать с этим, то есть работать с клиентами, взаимодействовать с ними, сохранять историю взаимодействия и так далее. Здесь есть несколько моментов, которые, на мой взгляд, очень важны и интересны. Во-первых, начнем с того, что человек, пришедший на сайт, это человек, который, скорее всего, примерно представляет, что он хочет, и ему наверняка для того, чтобы он принял решение о покупке, не помешает ваша консультация. Скажем так, есть совершенно четкая статистика, которая говорит о том, что онлайн-консультант на сайте или различные другие штуки, которые способствуют коммуникации между продавцом и покупателем на сайте присутствуют, они, в общем, повышают конверсию значительно. Так, секундочку, я вижу, у Александра пропал звук. Александр, если появился, напишите, пожалуйста, еще раз. Иногда бывают действительно небольшие перерывы, но, насколько я вижу, сейчас мне система показывает, что с трансляцией все хорошо. И да, с трансляцией все хорошо, и скорость интернета хорошая, так что надеюсь, что это временно. В общем, различные инструменты, которые способствуют коммуникации с клиентом, они повышают конверсию. Это, безусловно, требует определенной работы со стороны администратора или владельца интернет-магазина. Это, безусловно, создает определенную нагрузку на менеджеров, но, по крайней мере, большинство интернет-магазинов, с которыми мы так или иначе общаемся, да и, в общем, статистика об этом говорит, о том, что оно того стоит. Какие инструменты вообще сейчас есть в Витриксе встроенные для того, чтобы пообщаться со своим клиентом? Вот вы видите, у меня здесь в правом нижнем углу моргает так называемый виджет. Это, собственно говоря, штука, которая привлекает внимание, она может выводиться в виде... Сейчас мы перейдем куда-нибудь в другое место, обновим страничку, и этот виджет, он, собственно говоря, привлекает к себе внимание для того, чтобы инициировать какое-то общение. И в стандартном виджете есть три варианта коммуникации. Коммуникация с помощью онлайн-чата. Да, я могу выбрать такую штуку и онлайн-чат, и, собственно говоря, написать сюда сам себе же. Ну, вот видите, сам себе я написать не могу, поскольку я являюсь администратором и интернет-магазина, и того Bittrex24, на котором этот чат сделан. Я чуть позже продемонстрировал, как это работает, выйдя из самого Bittrex. Есть возможность совершить обратный звонок, то есть, собственно говоря, указать свой телефон и сказать, что вы ждете звонка, то есть, что покупатель ждет звонка, и Bittrex24 отреагирует на это, собственно говоря, создав соответствующий звонок. То же самое касается, например, какой-то формы. Ну, есть простейшие формы обратной связи для того, чтобы если сейчас оператор не онлайн, можно было оставить какую-то заявку с просьбой перезвонить, если человек пришел ночью, когда вы не работаете. Здесь можно оставить эту заявочку, и оператор свяжется по возможности. Это самые простейшие и доступные прямо с ходу возможности онлайн-коммуникации. Ну, давайте посмотрим, как эта штука расстраивается и работает. Если мы перейдем в административную часть, то в новой версии Bittrex управления сайтом появился вот такой вот раздел, он называется «Клиенты». И здесь в разделе «Клиенты» пока единственный подразделчик коммуникации с клиентами, и здесь, в общем, настраиваются все эти самые способы коммуникации. В разделе «Виджеты» есть вот такая страничка, которая рассказывает, собственно говоря, что это такое, как это можно использовать. Как видите, сейчас у меня виджет включен, и у меня подключен Bittrex 24 к моей системе. Зайдя на свой сайт и, собственно говоря, попав на эту страничку, вы у себя увидите кнопку «Подключить Bittrex 24» или «Создать Bittrex 24». По сути, нажав, если у вас уже есть своя сером Bittrex 24, просто нажав на эту кнопку и введя данные логина, пароля, доступа, даже если вы авторизованы, то даже не придется заново вводить. Система сама просто попросит доступ к Bittrex 24, нажав кнопку «Подтвердить», у вас все заработает. Точно так же, как у меня. Я эту процедуру проходить сейчас не буду, она уж больно проста, и уверен, что вы с ней прекрасно справитесь. Мы видим определенные настройки, видим, что он включен или выключен. Можем его сразу выключить, например, если в текущий момент виджет не нужен, и он, естественно, пропадет с сайта и не будет отображаться. У виджета есть настройки, но настройки, конечно же, все происходят уже в Bittrex 24. И нажав вот на эту кнопочку, видите, у меня уже гости приходят и пишут «Здорово, что вы зашли». Мы с вами, может быть, и даже пообщаемся в таком формате. Действительно, сайт, который я использую, он открытый, и вы можете заходить и пробовать эти коммуникации. Но прошу сильно не отвлекать, потому что тогда у нас немножко тайминг собьется. Итак, настройки. Открытая линия CRM-форма, обратный звонок – это, собственно говоря, те вещи, которые по умолчанию подключены. Ну и давайте попробуем разобраться немножко деталями. Во-первых, можем настраивать внешний вид. И вот эта правая часть здесь показывает, собственно говоря, как выглядит сейчас наш виджет. Мы определяем, где он располагается, в какой части экрана, и можем это поменять. Мне кажется, правая нижняя – самая подходящая. Здесь мы определяем время показа, когда показываться, задержка или моментально. Ну и, конечно, можем выбрать другой цвет. У меня магазин вот такого цвета морской волны, и мы, собственно говоря, можем запросто его примерно подстроить под цвет магазина. Это код для вставки. Его можно использовать в том случае, если, например, у вас магазин не на Bittrex, и вы просто запустили себе CRM Bittrex 24, и хотите вставить такой же виджет. На самом деле этот код позволяет вставить этот виджет на абсолютно любую страницу в интернете, и там заработает этот виджет и будет полностью рабочим. Какие сейчас подключены каналы к этому виджету? Как видите, подключены все три канала. Открытая линия, CRM-форма и обратный звонок. У меня настроен мой номер телефона, соответственно, звонок будет совершаться отсюда. CRM-форма – это та самая форма обратной связи. Здесь можно выбрать другие формы или создать свою совершенно форму и создать туда свои поля и свои вопросы. И открытая линия. Открытая линия – это прям целая отдельная подсистема, которая позволяет подключить туда, как мы сейчас видели, чат. Вы видели, что мне в Bittrex 24 в открытую линию уже пришел гость, который написал «Добрый день» на мой сайт. Вот, собственно говоря, это и есть открытая линия чат на сайте. Но также открытой линией может быть не только чат, могут быть и другие источники. Если мы зайдем в открытую линию, это стандартная открытая линия, она запускается по умолчанию, и мы зайдем в ее настройки, то здесь мы уже увидим еще больше каналов коммуникации. Сейчас у меня подключен чат на сайте, а здесь еще увидите, как много. Тут есть несколько настроек, которые определяют, как будет работать CRM-система при поступлении обращения через открытую линию, в частности, направлять на ответственную линию, направлять, создавать лид, как проставить источник лида и так далее. А также очередь, то есть в чем большое преимущество открытых линий вообще вот этого подхода к коммуникации, в том, что у вас может быть очередь сотрудников, которые обрабатывают входящие сообщения. То есть вы можете добавить здесь, вот я сейчас один, а на самом деле здесь может быть гораздо больше сотрудников, и они будут либо равномерно, как видите, здесь определяется, алгоритм распределения этих заявок, либо строго по очереди, то есть сначала одному, потом второму, потом третьему, независимо от нагрузки, либо одновременно всем, то есть сообщение придет всем, а кто первый на него ответит, тот, собственно говоря, этот диалог и заберет. Такая конкурентная система распределения запросов. Определяется время перехода к следующему менеджеру, то есть если один не ответил, то через минуту запрос этот придет к другому. Ну, совершенно правильно, если человек отошел или в данный момент не может ответить, потому что сильно занят, естественно, клиент не должен ждать, и система автоматически переключит на следующего. Ну, еще целый ряд настроек, мы сейчас не будем детально их проходить, мы опустимся вниз до, собственно, подключения различных каналов. И здесь уже четко видно и понятно, какие еще каналы могут быть подключены. В частности, есть мессенджеры и социальные сети. Есть два мессенджера, это Viber и Telegram, есть мессенджер Facebook, и, соответственно, вы можете создать публичный аккаунт в Viber. Здесь все очень просто, нажали кнопочку и создали. Я сейчас не буду плодить публичные аккаунты, но я уверен, что с этой задачей вы справитесь и самостоятельно. Мы тут максимальное количество подсказок сделали. Можно подключить, соответственно, Telegram примерно так же, то есть создать нового бота. Для этого потребуется тоже несколько шагов по созданию бота и подключению к Bitrix24. Вся техника здесь происходит на нашей стороне, от вас требуется лишь согласие и некоторые данные. То же самое касается ВКонтакте, Facebook в сообщениях или Facebook в комментариев. Чем отличается Facebook сообщение? Это просто мессенджер, в котором можно переписываться один на один с человеком. Facebook-комментарии – это открытая линия будет реагировать на комментарии к записям, которые есть на вашей стене. То есть вы публикуете на стене в Facebook какие-то фотографии, посты и так далее, и все комментарии, которые там появляются, будут приходить вам в открытую линию, то есть вот в этот чат, и ваш менеджер мог на них отвечать, не переходя в Facebook. То же самое касается Instagram. То есть можно подключить Instagram, и, соответственно, все комментарии, которые будут под вашими постами в Instagram, появятся у вас в открытой линии Bittrex 24, и вы сможете там с ними взаимодействовать. Ну и Skype. Skype точно так же. Бот для Skype может быть создан. Насколько я знаю, довольно здесь как раз посложнее история, но в целом вполне себе реализуемая. Для чего нужно вообще подключать такие вещи, как мессенджеры и социальные сети? Поясню. Есть возможность для вашего интернет-магазина. Сейчас у нас пропал виджет, я же его вроде бы включил обратно. Да, я его включил обратно. Вот здесь вот помимо CRM-форума, звонка и чата, могут появиться иконки, соответственно, социальных сетей или мессенджеров. В случае, если здесь появится, например, Telegram или Viber, то при открытии этого интернет-магазина, а он, кстати, прекрасно работает на мобильном, и виджет будет работать на мобильном. Вот я, например, сузил до размеров мобильного экрана. И, собственно говоря, мы с вами видим, как это выглядит на мобилке. Точно так же будет работать виджет, и можно будет в один клик перейти в свой Telegram или в свой Viber, то есть Viber человека, который к вам зашел на сайт, и продолжить общение с оператором через этот канал. То есть это будет удобно и клиенту, потому что он не пользует какой-то чат на сайте, а использует свой привычный мессенджер, инструмент работы. И удобно оператору, потому что оператор все равно будет работать в Bitrix24 в, собственно говоря, своем чате. Как вы сейчас видите, вот он, собственно говоря, этот чат. Как вы видите, сейчас я единственный оператор, поэтому сообщение до сих пор на мне. Система не может его никуда переадресовать, и у меня есть возможность как у оператора ответить или пропустить или переадресовать к другому конкретному человеку это сообщение. То есть если я, например, по тем или иным причинам не могу отвечать сейчас, я могу нажать просто пропустить, или если я, например, вижу, что вопрос клиента, который задает, который сейчас задан, относится к какому-то конкретному специалисту, могу выбрать переадресовать, ну и, собственно говоря, выбрать конкретного человека из Bitrix24, чтобы отправить. Я могу, соответственно, ответить, и в этот момент, собственно говоря, стартует наш диалог. Давайте даже попробуем пообщаться. Я надеюсь, гость наш не ушел. Это будет, соответственно, наш диалог, который впоследствии сохранится в CRM. Мы, как менеджер, я вижу чуть больше информации, да, то есть вот эти замочки, например, они определяют, что это видит только сотрудник, то есть только я вижу эту информацию, я вижу, кто пришел, откуда пришел, да, с какой, собственно, какой интернет-магазин, потому что, может быть, несколько интернет-магазинов подключено к одному Bitrix24, и мы можем общаться. Также у меня есть возможность различных типов сообщений, то есть я могу, например, включить режим скрытой переписки, и тогда все, что я буду здесь писать, не будет доступно клиенту. Могу пригласить, например, к этому чату одного из своих коллег, если мне нужна помощь, да, и в режиме скрытой и открытой переписки мы можем пообщаться и ответить клиенту наиболее грамотно на его вопросы, тем самым для клиента выступать в одном режиме. Так, ой, это у нас пока не работает. И, естественно, здесь можно прикреплять файлы, использовать смайлики, но, по сути, в открытых линиях в чате на сайте это, в общем, не имеет особенного смысла. А если подключены в данный момент какие-то мессенджеры, то здесь будет все работать очень прекрасно, даже клиенты смогут отправлять вам, допустим, фоточки со своего телефона, если хотят показать, какой именно предмет мебели вам понравился, да, или ему нужно приобрести, и так далее. Как видите, все сообщения, вот видите, еще одно сообщение пришло, спасибо, что помогаете, видите, из Беларуси, один из наших гостей вебинара. И это, в общем, помогает менеджеру, да, вообще, во-первых, работать быстро, да, то есть он не переходит в другие инструменты, ему не надо открывать свой вайбер, ему не надо открывать там какой-нибудь фейсбук для того, чтобы пообщаться с пользователями. Это происходит все очень быстро и удобно. В одном окне, как видите, прямо в своем мессенджере, этот мессенджер точно так же будет работать на мобильном телефоне. То есть если, например, оператор вышел из своего рабочего места, да, из-за своего рабочего места, или уехал, или еще где-то находится, или бывает, что если магазин небольшой, то там один человек, в общем, который решает все вопросы, включая консультации клиентов, вот, то, в общем, отвечать с мобильного приложения тоже будет очень удобно. Мобильное приложение Bitrix24 прекрасно поддерживает открытые линии, и вы сможете общаться с своим клиентом, используя в себя мобильное приложение. Это открытая линия. Собственно говоря, мы на нее посмотрели, посмотрели, какие настройки могут быть, и давайте вернемся в магазин. В магазине виджет включенный, располагается он, здесь основные данные у нас есть, и видно, какие подключены каналы. Как только здесь появятся другие мессенджеры, здесь появятся другие окошки, вы будете знать, что этот виджет работает. Вы можете создавать, настраивать эти виджеты самостоятельно и, собственно говоря, с ними работать. Можно подключать и настраивать отдельно. Можно отключить, например, оставить только онлайн-чат, или, например, только обратный звонок, который будет совершаться с вашего сайта и через Bitrix24, или только CRM-форм. В частности, один из инструментов использования в интернет-магазине или даже не интернет-магазине CRM-форм, это либо заявка, как мы уже с вами посмотрели, либо это может быть какой-нибудь предзаказ, это может быть какая-то подписка или какая-то другая форма, которая не относится к заказу, но человек может оставить вам свои данные для того, чтобы с ней в дальнейшем работать. Зачем нужны такие штуки? Они нужны для того, чтобы накапливать клиентскую базу в CRM-системе. То есть понятно, что те, кто делают у вас заказ, они у вас все равно сохраняются в заказах. И мы сейчас, постепенно переходя к заказам, посмотрим, как еще здесь нам CRM-система помогает. Когда кто-то из клиентов, кстати, если вам не сложно, и вы уже на сайт мой зашли, оформите пару заказов, нам они помогут в работе. Так, это у меня как раз Bittrex24 подключено. Так вот, когда вы подключаете свою CRM к интернет-магазину, у вас сохраняется заказ и клиент не только внутри админки интернет-магазина, как вот сейчас я могу зайти в заказы, да, у меня здесь есть заказы, у меня здесь есть данные по тому, кто что купил и так далее, и что заказал, что это за клиент, как много он там денег на сумму, на какую сумму он уже оставил и так далее. Это все понятно, и в интернет-магазине это должно быть. Более того, обработка заказа, на наш взгляд, тоже должна происходить в магазине, поскольку магазин максимально предназначен для этого. То есть его интерфейс и его функционал по работе с самим заказом, потому что буду отслеживать оплаты, потому что буду применять скидки, обеспечивать доставку, разделять заказы на несколько частей, отправлять разными курьерскими службами или оплачивать по-разному, менять состав заказа, резервировать товар, снимать резерв и так далее. То есть много операций, которые выполняются в процессе работы с заказом, оператором, они действительно должны происходить в интернет-магазине. Он для этого предназначен и для этого придуман. Но, когда речь идет о работе с клиентом, то здесь возникают другие сценарии, которые, на мой взгляд, очень важны, также важны с точки зрения работы с клиентом. Это сохранение в какой-то базе и дальнейшая обработка. Давайте посмотрим, как еще можно использовать CRM в работе с интернет-магазином. Мы с вами сейчас подключили коммуникации с клиентами, а можно интегрировать интернет-магазин с CRM-системой для того, чтобы все заказы, которые приходят в интернет-магазин, тут же оказывали в CRM-системе. Зачем это нужно? Ну, давайте сначала пройдем по настройке. Да, система у меня тут отвечает, что я пока не могу ответить. Действительно, я же вебинар веду. Некогда мне с клиентами общаться. Так, и у нас есть интеграция. Здесь, собственно говоря, есть интеграция с интернет-магазином. Это я зашел в CRM-систему, и у меня здесь есть, собственно, уже подключенный интернет-магазин. Я покажу в два момента, как, собственно говоря, происходит это подключение, чтобы вам было понятно. У нас есть мастер создания интеграции, и здесь буквально несколько шагов. Надо указать адрес интернет-магазина, логин, пароль администратора, придумать для себя название, ну, я вот придумал название магазин 1, и придумать префикс для названия сделок. Ну, то есть это некая пометка, чтобы вы понимали, что эта сделка, которая создалась в B324, относится к конкретному интернет-магазину. Опять же, потому что их может быть несколько. Все остальное система сделает автоматически, и у вас появится вот такая запись. Произойдет первый импорт, если я могу сейчас, например, запустить проверку связи и убедиться, что соединение с магазином работает, видите, все в порядке. Я могу запустить импорт, и в этом случае система проведет импорт заказов из интернет-магазина, если они были. Импорт, естественно, проводится автоматически, я сейчас запустил вручную, но, как вы видите, у нас есть уже одна новая сделка, и это означает, что кто-то у нас создал заказ, и мы можем на него посмотреть. Так вот, посмотрим, кстати, список заказов. Да, участник вебинара, как видите, заказал нижнее белье «Розовое смущение». Прекрасно. У нас в CRM-системе при такой интеграции, подключенной с интернет-магазином, появилась новая сделка. Вот она. Клиент у нас участник вебинара, вот, собственно говоря, тот префикс, да, eShop1, и ответственные суммы и так далее. То есть у нас уже в CRM-системе появилась эта сделка. Более того, эта сделка автоматически будет сама закрываться, если я на сайте, если на сайте произойдет оплата, и заказ будет отгружен, то, соответственно, здесь эта сделка тоже закроется. Мы сейчас видим все данные контакта, и у нас создался клиент, который создан в списке справочники клиентов. У нас есть сделка, мы можем следить за ней, что-то делать. На самом деле, прям что-то предпринимать по этой сделке здесь имеет смысл в случае, если не поступает оплата. Да, то есть мы можем, например, использовать CRM-систему и ее функциональные возможности для того, чтобы не очень хорошее слово, но хорошо отражать суть, дожать клиента до оплаты. CRM-система, прошу прощения, CRM-система имеет возможность автоматизации. И если, например, сделка в статусе, в обработке, то есть оплата не происходит, держится слишком долго, то мы можем предпринять какое-то автоматическое действие. В частности, у нас есть роботы, и вот в разделе автоматизация можно на сделке, на стадии обработка, вот этой обработки, добавить, ну давайте запланируем звонок. То есть, грубо говоря, мы роботом автоматически ставим менеджеру дело, чтобы он с клиентом связался. Таким образом, менеджер может работать в интернет-багазине, прямо в Bitrix24, моментально, собственно говоря, увидеть, что поступила новая сделка, получить уведомление, в плане дня увидеть, что нужно позвонить этому клиенту. Также мы можем, например, добавить сюда уведомление, которое сработает, например, через один день. Через один день после того, как поступила новая сделка. И здесь может быть информация о том, что заказ не оплачен. Отправителем, ну, буду, допустим, я, получатель, будет ответственный. Да. То есть, этот робот автоматически через день после создания новой сделки отправит уведомление ответственному менеджеру за эту сделку, что заказ не оплачен до сих пор. То же самое, например, может произойти в случае, когда другие стадии работают. То есть, например, сделка заключена, это значит, что все, окей, оплата пришла, и мы можем здесь что-то произвести. Например, запустить рекламу, в Яндексе на этого человека, и есть такая фишка, которая позволит, используя подключение к Яндекс.Директу, именно на этого человека таргетировать рекламу каких-то следующих ваших товаров. То есть, он у вас одну сделку совершил, вы поняли, что он у вас платежеспособный, и вы готовы маркетинговый бюджет немножко потратить на этого человека, чтобы допродать ему что-то новое. И Яндекс.Директ действительно будет этого человека догонять всяческой рекламы. Вконтакте можно запустить рекламную кампанию. Ну, как видите, у нас есть разные роботы. Скоро появится Facebook и AdWords. Сейчас есть Яндекс.Контакте, и можно запускать такие рекламные кампании, которые будут человека догонять после заказа. Опять же, эту рекламную кампанию можно запускать и, собственно говоря, в момент, когда сделка только появилась. Но, возможно, на этом этапе оно не нужно, потому что обычно созданные заказы там чаще оплачиваются и тратить здесь рекламный бюджет не стоит. Но, возможно, в какой-то момент, когда прошло, например, три дня, а заказ все еще не оплачен, чтобы автоматизировать, не звонить, не напоминать, можно действительно попробовать подогонять человека рекламными объявлениями в социальных сетях или в Яндекс.Директе. Как вы видите, возможности, то есть сама интеграция интернет-магазина с CRM-системой дает крутые штуки, которые могут легко очень быстро настраиваться простым человеком без всякого программирования. Мы можем добавлять разные роботы на разных стадиях и автоматически догонять человека, дожимать его или, как это правильно сказать, попинывать менеджеров, чтобы они не забывали с клиентами работать. Также, например, когда сделка у нас заключена, то есть человек оплатил заказ и решил, что все в порядке, мы можем запланировать ему звонок, например, на через 90 дней. И это менеджер позвонит с новым предложением. Соответственно, будет запланирован звонок. У ответственного менеджера ровно через 90 дней после завершения сделки появится дело в CRM и уведомление о том, что ему нужно позвонить этому клиенту и, собственно говоря, предложить ему что-то еще или узнать, как дела, спросить, доволен ли он покупкой, товаром и так далее. Точно так же, например, имеет смысл на отмене заказа, то есть заказ отменен, попробовать запустить рекламную кампанию, которая поможет что-то вернуть человека через какое-то время или и так далее. Но здесь сценарии придумывать вам, пробовать и разбираться, какой сценарий работает на вашу аудиторию и в ваших стадиях и процессах обработки заказов. Самое важное, что мы с вами смогли затащить заказ, поступивший из интернет-магазина в CRM-систему, мы создали справочник, добавили в справочник, ой, не туда зашел, в справочник контактов нового контакта, то есть человека, клиента, который оформил этот заказ. Сейчас мы посмотрим на список. У меня тут много всяких людей импортировано. Где-то здесь среди них должен быть и участник вебинаров. Да, здесь я больше не найду. Вот. Собственно, у него появилась карточка в контактах. Соответственно, здесь будет его телефон, поскольку он оставил его для подтверждения заказа, здесь будет e-mail указан и так далее. Все правдивые данные, которые он в интернет-магазине для вас оставил. И в дальнейшем этих клиентов вы сможете тем или иным образом обрабатывать. Что значит обрабатывать? Это значит, что возвращать их к себе в магазин возможно где-то автоматически. Можно настраивать роботов на каждого конкретного, а можно их сегментировать по-разному. То есть у вас люди пришли, можно роботом автоматически устанавливать в зависимости от тех или иных свойств заказа, от суммы или от товара, устанавливать какую-то категорию клиентов, в дальнейшем эту категорию клиента выделять, да, и делать по ним рассылки или запускать обзвоны, ну, или какие-то другие активности, которые помогут увеличивать продажи, в том числе интернет-магазина. Это тоже ручная работа, которая в целом довольно хорошо сказывается на продажах, на возвращении людей в интернет-магазин и к продаже. Вот это основные сценарии работы с интернет-магазина, с CRM-системой. На самом деле подробности, которые есть в... О, я вижу уже много вопросов, сейчас мы к ним перейдем. Подробности по работе с CRM-системой я бы рекомендовал вам. Дело в том, что возможностей очень много в CRM-системе и найти то, что нужно вам или, например, разобраться в том, как сделать те или иные вещи в CRM-системе. Может быть не очевидно с первого раза, поэтому я бы рекомендовал вам, если вы решили, приняли у себя решение интегрировать свой интернет-магазин со CRM-системой и увеличивать свои продажи и увеличивать возвращение клиентов в ваш магазин, то я рекомендую записаться на ближайший вебинар или посмотреть вебинары по Bittrex24, вот у нас есть на нашем сайте, сейчас специально продемонстрирую, чтобы было сразу понятно. В самом низу страницы ближайший бесплатный вебинар, можно сюда заглянуть, 22-го, как раз завтра будет вебинар и завтра он у нас про продажи в CRM-Bittrex24, то есть как раз вот завтра в 11 часов мои коллеги будут детально показывать CRM-Bittrex24 и какие возможности там есть и что там можно сделать. Собственно, ближайшие вебинары и есть записи прошедших вебинаров. Их здесь уже очень много, и они на разные темы, и уверяю вас, каждый из этих вебинаров очень подробно рассказывает те или иные части работы в том числе с CRM. Например, есть отдельный вебинар по роботам CRM, то есть тем самым роботам, которые настраиваются на разные стадии сделок или на разные стадии лидов. Вот здесь очень детально мои коллеги рассказывают о том, как с этим работать, какие есть возможности, что можно с этим сделать. Что же касается самого интернет-магазина, как видите, мы сегодня не рассматриваем детали, как создать интернет-магазин, как его запустить, настроить, произвести все эти или иные настройки, мы сегодня сосредотачиваемся, ну, для того, чтобы сэкономить и ваше время в том числе, только на подключении CRM и на тех возможностях, которые дает вот эта интеграция для владельцев интернет-магазина. Вот. По самому интернет-магазину отдельные у нас есть серии вебинаров, которые идут в... уже... и можно записаться на сайте Bittrex, да, в разделе мероприятия, можно отфильтровать. список мероприятий по вебинарам, да, сейчас уже есть анонсов... А, сейчас это у меня архив, вот, ближайший, есть анонсы ближайшего вебинара, а, ну это как раз Bittrex 24. Ну, в ближайшее время тут и появятся вебинары, и мы обязательно отправим вам письмо с дайджестом ближайших вебинаров, как только у нас будет готова программа. Здесь можно подписаться на эту рассылку и, соответственно, следить или следить за сайтом. Ну что же, это где искать дополнительную информацию. Я возвращаюсь во вкладочку «Вопросы» и буду... Пойдем по вопросам, буду отвечать. Вам все вопросы не видны, поэтому я буду их озвучивать. Их тут довольно много. Сейчас посмотрим, какие из них тун-ту-тун. Так. Доступен ли функционал в базовой версии Bittrex 24? Александр спрашивает. Да, в базовой версии интеграция, по-моему, с одним магазином у нас есть. На самом деле, на этот вопрос ответ есть в таблице сравнения, собственно говоря, редакций. Давайте прям сразу посмотрим, потому что тут очень много опций, и я могу действительно некоторые на память не помнить. Так. Это у нас интеграция с интернет-магазином. Ну вот, собственно, в бесплатной версии можно подключить один интернет-магазин. Ну, если больше, то, соответственно, только в старших тарифных планах. Интернет-магазин должен работать каждый день, допустим, и выходные. Ну, конечно. Вообще, интернет-магазин такая штука, которая там особо не требует какой-то работы, да, то есть, скорее всего, работает ли интернет-магазин в выходные или не работает, должно определяться вашей аудитории. Есть магазины, которые только по выходным собственно и зарабатывают деньги, потому что люди по выходным именно эту категорию товаров заказывают, а в будни спрос маленький. А может быть, наоборот, в будни на товары вашей категории спрос будет большой, а в выходные маленький. В любом случае это будет зависеть от вашей аудитории, от вашего подхода, от вашего бизнес-процесса. Так, маленький курсор, незаметная мышка. Надо же, не знал, что есть такая проблема. Попробую к следующему вебинару что-то придумать с размером курсора. Хорошо. Как виджет работает в нерабочее время? Он работает следующим образом. Он все равно предлагает общение, да, то есть виджет показывается и работает. Единственное, что срабатывает автоматический ответ, то есть если в данный момент ни одного оператора онлайн нету, то сработает автоматический ответ, в котором будет написано то, что вы пожелаете. По умолчанию написано, что сейчас никто не может вам ответить, мы обязательно ответим вам там в рабочее время или еще что-то. Мы работаем над тем, чтобы и здесь сделать удобнее, в том числе с настройкой расписания. По какой причине может быть, что виджет на сайте появился, а форм по клику нет? То есть, грубо говоря, сам виджет появился, вы нажимаете, и ничего не происходит. Если вопрос в этом, то, возможно, на вашем сайте есть какой-то перекрывающий сверху скрипт или какой-то слой, который оказался выше, чем этот. Ну, такое иногда случается, несмотря на то, что мы там предусматриваем, стараемся предусматривать такие вещи. Периодически такое может происходить. может также разные браузерные блокировщики портить работу такого рода скриптов. То есть, тут надо посмотреть. Если сами не разберетесь, задайте вопрос на нашу техподдержку, мои коллеги посмотрят и помогут вам понять. Время до перехода к следующему оператору можно ли задать в секундах? Знаете, насколько я знаю, в секундах не задается это время, но если у вас речь идет как бы на секунды до время, то я бы сейчас, я бы посоветовал открытые линии мне нужны. Вот. Так, секундочку, куда они делись? Вот они. То я бы посоветовал вам сделать тогда на всех операторах одновременно, чтобы приходило сообщение, потому что ну, секунды это действительно уже будет незаметно. Да, здесь, видите, только предусмотренные интервалы, поэтому если меньше минуты, ну, тогда надо на всех одновременно отправлять, чтобы они действительно подхватывали. Будет ли WhatsApp и WeChat? Ростислав, как только появится у них API? Ждем, сами ждем. Так, вопрос, вернуться на сайт, есть ли быстрые фразы? Ну, вернуться на сайт, и, видимо, речь идет о том, что он начал с вами общение в Телеграме, да, и теперь ему на сайт надо как-то вернуться. Ну, на самом деле, здесь речь идет о том, что, в общем, чтобы перейти в соседнее приложение на любом смартфоне, нужно там произвести одно простое действие, поэтому я не думаю, что это проблема. Ну, либо оператор пришлет ему ссылку, перейдя по которой, да, он попадет в конкретный товар, там, конкретный заказ. То есть, это, я думаю, решается. Если сообщение спам, да, можно отклонять, пропускать и так далее. Про блокировки тоже, там, пока, по-моему, блокировок еще нет, но над ними работаем. Будут ли работать пуш-уведомления? Да, обязательно на смартфоне будут работать. Планируется ли создание счетов из интернет-магазинов CRM? Пока не планировали, но такую штуку для вас могут сделать партнеры, если вам необходимо. Как настроить уведомления о новых заказах, когда импорт автоматический? Робота. Делайте робота, как я показывал, на первой стадии, через, там, минуту после создания, например, или через секунду после создания, робот ставит уведомление и все, у вас заработает. Почему заказ импортируется в сделку? А почему бы нет? Ну, так и задумано. Да, такая у нас история. Как увидеть, сколько единиц заказа в статусе заказа? В статусе никак не увидеть. Боюсь, что это доступно только в самом интернет-магазине, то есть, перейти в интернет-магазин и там уже посмотреть, что там в том самом, что там внутри. Можно ли массово сделать задачу? Что, если заказ в статусе, то контроль через день? А роботы будет работать массово. То есть, смотрите, когда вы создаете робота, давайте еще раз пройдем по этой истории. Я сейчас захожу в сделку. Вот у меня последняя сделка. И здесь у меня есть роботы. Вот в автоматизации создавая здесь... Ой, я не сохранил роботов. Ай-яй-яй. Да, бывает. вот то самое уведомление, да, например, как вы говорите, как узнать, что появилась новая сделка? Сразу время через, например, одну минуту после создания новой сделки или новый заказ, да, собственно говоря, будет отправлен. Когда вы создаете реализация этого робота, он применим не к этой сделке, а ко всем сделкам. То есть этот робот будет автоматически работать для всех сделок данного направления. То есть, грубо говоря, вы когда создали здесь робота, он будет теперь применим ко всем-всем-всем сделкам. То есть все новые сделки, которые появятся из интернет-магазина, будут отрабатывать вот этот робот. И это касается всех роботов, которые будут созданы здесь. Если вам нужны разные роботы для разных сделок, то для этого нужно создавать разные направления сделок. Эта опция доступна в верхних тарифах Bitrix24. Там можно разные направления создавать. И тогда действительно можно делать разные роботы для разных типов сделок. А если... А можно еще сложнее устраивать. Можно для одного направления использовать разные условия. То есть если, например, запустить бизнес-процессы, то на них можно еще лучше и гибче, какое странное слово, гибче, настраивать различные процессы и обработки. И это действительно будет массово работать. Так, дальше вопрос, вопрос. Не будет ли ошибки при интеграции сайта с Bitrix24 с 1С, так как из 1С на сайт можно передать оффлайн-заказы, которые перенесутся в Bitrix24 как сделки? Ох, да, тут надо наверное относиться к этому чуточку аккуратнее, но в принципе проблемы не будет. То есть почему надо относиться аккуратнее, чтобы не было лишнего дублирования информации, да? В остальном я проблем не вижу. То есть надо просто попробовать, посмотреть, придумать для себя план. Если сами не очень понимаете, как это делать, то наши партнеры вам помогут с этим разобраться. Bitrix24 позволяет объединять лиды. Ну, объединять лиды прям не позволяет, но конвертировать несколько лидов в одну и ту же сущность позволяет. Это по сути есть объединение, то есть привязка лидов к одному клиенту или к одной сделке. Так, 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 так. Реальные кейсы. Пу-пу-пу. Михаил спрашивает, есть ли реальные кейсы. По ему мнению, система выглядит громоздкой и хочется знать, как это реально используют магазины. Знаете, у меня вот сейчас нету реального кейса использования, но я себе уже пишу заметочку для того, чтобы подготовить к следующему похожему вебинару такую информацию. Дело их просто нету у меня под рукой, я бы, наверное, что-то показал, но то, что они точно есть, это есть. Это точно, я даже некоторые видел, просто вот так вот сходу их показать не смогу. Так, на сайте Bitrix Labs нет сладких Bitrix 24 клиента. А, да, я не сказал вам важную вещь, извините. Для того, чтобы у вас все это появилось, в том числе на Bitrix Labs, нужно обновить его. Заходим в Marketplace обновления платформы и ждем установить рекомендуемое обновление. После чего установится последняя версия системы, дело в том, что она там в балванке, из которой создается демо-магазин, она там, ну там, сама балванка обновляется не так часто, как у нас выходит обновление, поэтому она еще не обновилась, но вы можете зайти, принять рецензионное соглашение, установить обновление, у вас все появится. Коробка Bitrix 24, есть ли онлайн-чайт в коробке? Да, онлайн-чат в коробку уже вышел, все там уже должно быть, возможно еще в бете, но о том, что они туда выходят, я точно знаю. Когда будет облако Bitrix интернет-магазина такое, как Bitrix 24? Пока не планировали, Сергей, не видим спроса здесь. Интеграция с магазином возможно только с редакцией малый бизнес и бизнес. Ну, конечно, Наталья, в других редакциях магазинов нету, магазин может быть только в этих редакциях, собственно, ну, еще интерпрайс есть, там тоже есть интеграция. Так, у меня осталось еще несколько вопросов, сейчас, одну секундочку, я попробую подключить нашего следующего докладчика, Николая, пока он будет настраиваться, я попробую, в смысле, я буду продолжать отвечать. Так, одну секундочку, сейчас тут в интерфейсе, так, когда очень много участников, тяжело найти. Так, да, Николай, я вижу, но он пока не сможет подключиться, сейчас мы его переподключим. Так, идем дальше. Если клиент один раз обратился через чат и за ним закрепился менеджер, потом клиент пришел второй раз, но этого менеджера в данный момент нет онлайн, что будет происходить? Для этого надо, то есть, есть два сценария, сценарий номер первый, чат автоматически по умолчанию может направиться на менеджера, если такая галочка стоит, то есть, грубо говоря, в настройках CRM в настройках открытой линии, сейчас делаем открытые линии, спрятаем вскрытые почему-то, открытые линии, в настройках этой открытой линии, у нас есть направлять на ответственного менеджера, то есть, если мы сумели определить клиента, то вот эта галочка определить, что нужно направиться на ответственного сначала, и если уже тот не ответит, то сработает вот, а, нет, не сработает, это сработает только для очереди, то есть, если у вас есть опасность, что менеджер может не ответить, то надо эту галочку снимать, тогда в этом случае заказы будут равномерно распределяться менеджерами, между менеджером, если клиент не, если эта галочка стоит, и клиент попал на своего менеджера, а тот не отвечает, то будет срабатывать, а ничего не будет срабатывать, он будет на этом менеджере висеть, насколько я помню, так работает эта система, сейчас, так, дальше, будет ли сделана обратная интеграция, чтобы CRM заказы падали в Bittrex, ну, вообще, пока у нас была такая интеграция, она не очень пользовалась спросом, мне кажется, что сейчас даже такой сценарий сработает, по-моему, его пока не отменили, при наличии интеграции и создании новой сделки, да, у вас есть галочка связать с интернет-магазином, в этом случае у вас будет доступно создать заказ в интернет-магазине и отсюда вы сможете создавать этот заказ, но, то есть, эта штука еще работает, не уверен, что, ну, в смысле, ей очень мало пользуются, и сейчас не знаю, мне кажется, мы ищем другой сценарий работы с такой историей, то есть, мы прорабатываем связку между магазином и CRM с точки зрения быстрого обмена, то есть, не вот так сложно, что отсюда создавать заказ, вытаскивать оттуда товары и так далее, это довольно сложная штука, вот, ну, вообще, такой сценарий сейчас работает, да, я вижу, что, так, так, процессы интеграции установки в Bittrex24, описать процесс, так, это на самом деле не самая простая задача, ну, в смысле, как, сам Bittrex24 делается очень быстро и просто, прямо на, ну, давайте попробуем сейчас сделать таким образом, я сейчас отключу свой интернет-магазин, пока у меня еще время есть пройти этот сценарий, настройки, у меня есть интеграция с моим магазином, я ее могу удалить, я могу из интернет-магазина из клиентов так, 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 виджет выключить, и для того, чтобы отключить эту связь, нужно отключить веб-хуки, так, веб-хуки у нас, если я не ошибаюсь, в настройках, ух, давно этого не делал, нет, не здесь, наверное, все-таки в CRM, так, сейчас еще раз вернусь к вам, сейчас одну секундочку, что касается интеграции установки, значит, для того, чтобы Bitrix24 установить и вообще себе сделать, заходим на сайт Bitrix24, нажимаем большую зеленую кнопку начать бесплатно, заполняем небольшую форму и у вас появится свой Bitrix24, он будет выглядеть вот точно так же, как сейчас у меня, только поменьше данных, потому что данных у меня действительно, ну, здесь всякие, у меня тестовые данные, это мой портал, который используется для различных тестов. Что дальше происходит? Дальше происходит подключение, подключение первое из интернет-магазина, если вы запускаете первый раз интернет-магазин, я уже не могу сейчас ее отключить, нужно лезть в дебри, здесь появляется зеленая кнопка, на которую подключить свой Bitrix24, на нее нажали, ввели адрес Bitrix24, логин, пароль и все заработало, поэтому здесь все довольно просто. Уверен, что вы справитесь. С платежной системой есть ли интеграция? Конечно, есть, Ольга, конечно, есть, со всеми, большинством платежных систем. Можно ли импортировать заказ в лид, а не в сделку? Ну, потому что мы считаем, что заказ интернет-магазина это уже сделка. То есть, это ни в коем случае потому что лид это первичный интерес, а сделка это уже, ну, как бы, а заказ интернет-магазина это уже сделка. Тут никак, никак не может быть по-другому, ну, с точки зрения, так, что случилось? Одну секундочку. Я вернусь сейчас. Так, я надеюсь, картинка вернулась обратно. Итак, да, по нашей логике, по логике CRM, заказ, он, поскольку имеет уже конкретного клиента, мы знаем, кто это, что это, имеем его данные, имеем состав заказа, это уже все-таки сделка. Лид это по, ну, грубо говоря, по сути, по концепции CRM-системы это первичный интерес, который, там, заполненная форма на сайте, это лид, где мы принципиально не знаем, там, входящий звонок, мы еще не знаем, кто это, что это, это лид. Во всех остальных случаях это будет сделка, в смысле, в случае с заказом это будет сделка. Так, как сейчас реализована работа связки с B2B клиентами? Вот здесь вам не отвечу даже на этот вопрос, к сожалению, не знаю, как здесь с B2B интернет, дело в том, что интернет-магазин по умолчанию B2C, и если у вас интернет-магазин B2B-шный, то это несколько нестандартный сценарий уже сам по себе, поэтому тут требуется дополнительная какая-то, наверное, консультация, может быть, с нашими партнерами, которые знают, как работать с этим. Вопрос от Дмитрия по поводу того, как создать новую информационную ячейку в CRM для внесения дополнительной информации. Я не очень понимаю, что такое информационная ячейка, поэтому попробуйте, ну, в смысле, либо уточните этот вопрос, либо давайте отдельно пообщаемся. Грубо говоря, можно задать этот вопрос с нашим консультантом в B2C24, я уверен, что они помогут. Если у нас есть техподдержка или поддержка для пользователей, там подскажут. Либо можно меня найти в том же Фейсбуке, Сергей Кулешов, я ни от кого не прячусь, можно меня поспрашивать отдельно, потому что тут вопрос не пятиминутный. Так, 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 сейчас посмотрю еще раз на Николай, как у нас подключился или нет. Вроде здесь я. Да, Николай, слышу тебя, подключился, ты как админ подключился, это хорошо и правильно. Так, не шуми пока, у меня последние два вопроса. Интеграция с телефони и запись звонков. Да, все это есть, и это работает. Это у самой B2C24, такие возможности есть. Есть ли возможность создавать доп. поля с фильтрацией? Конечно, есть, и CRM-чистема умеет создавать пользовательские поля. им нужна маршрутизация в зависимости от статуса. Вот такой маршрутизации звонков у нас нету. Если приходит входящий звонок, то мы никак не сможем от статуса его маршрутизировать, потому что на момент поступления звонка мы еще не знаем. Хотя нет, статус, конечно, знаем, но в системе такого функционала нет. Вы, на самом деле, я первый раз слышу такой вопрос. Будет ли мобильный битвикс для Windows фонов? Ну, когда Windows фоны будут, тогда будут, в смысле, не будут вообще, а будут популярны. Тогда, наверное, будем разрабатывать. Пока не планировали. Доля Windows фонов, к сожалению, неумолимо падает. И разрабатывать приложение довольно емкое под падающий сегмент, под очень маленький падающий сегмент кажется не очень логичным. Так, интернет-магазины могут оплачивать юридические лица. Да, Сергей, я согласен, могут оплачивать юридические лица, но вопрос с, как это сказать, просто у B2B несколько другие сценарии взаимодействия. Безусловно, содержимое заказа в сделку попадет, но то, что не будут созданы реквизиты, это наверняка, то есть такой сценарий у нас пока не проработан, я думаю, что мы попробуем, я сейчас себе уже пометил ваш вопрос на эту тему, я поговорю с нашими продуктами на эту тему, посмотрим, что мы можем сделать здесь. Есть ли возможность посмотреть в списке по клиентам количество заказов и сумму, на которую они купили? Это доступно все в интернет-магазине вашем, то есть у вас в интернет-магазине есть информация по каждому клиенту, по тому, сколько он сделал заказов и так далее. Вы можете список заказов свой отфильтровать по конкретному клиенту и, собственно говоря, увидеть, что происходит. В сделках тоже, в сделках CRM можно будет по суммам ввести различные отчеты и по количеству сделок, и по конкретному клиенту и так далее. Так, я, наверное, на последний вопрос отвечаю голосом и передаю слово Николаю, остальные вопросы отвечу уже письменно в том же интерфейсе. Вопрос по тарифам и количеству памяти в облаке. Достаточно и 24 гигабайта и на сколько? Значит, 24 гигабайта принципиально достаточно. Вопрос для чего? То есть, грубо говоря, даже, не знаю, 10 тысяч записей в CRM-системе такой объем никогда в жизни не займут. Но если вы начнете работать с документами, загружать туда большое количество документов и синхронизировать, для них будут храниться разные версии, разные версии, будете работать с какими-то большими объемами данных, то, конечно, места может не хватить 24 гигабайта, потребуется работать с... потребуется переходить на более старший тариф, в котором уже место не ограничено. Что касается вообще стоимости, то, опять же, на Bitrix24 в разделе цены стоимости хорошо видно. Их всего там три варианта, это три тарифа, 990 рублей в месяц, 5500 и 10900. Собственно говоря, по месту они, опять же, здесь очень четко различаются. В старшем тарифе ничего не ограничено ни по месту, ни по пользователям и так далее. Можно все, что угодно хранить и делать. все остальные вопросы буду уже в формате чата. Коля, давай на тебя переключим экранчик и ты сможешь продолжить со своей частью. Ты передашь экран, правильно? Я уже передал, тебе нужно нажать кнопку включить показ. Да, все работает. Ты можешь приступать. Я благодарю всех, кто слушал мою часть и появлюсь еще в конце для того, чтобы завершить, помочь, возможно, Коле с ответами на вопросы. А сейчас остаюсь в чате и смогу там в вопросах поотвечать. Спасибо большое за внимание. Да, коллеги, здравствуйте. Я Николай Тимофеев, руководитель компании SolvePro золотой сердцеверный партнер Битрикса. Здесь, как заявлено, я расскажу о готовом решении, хотя, несмотря на то, что весь семинар у нас посвящен связке интернет-магазин про серые. Поэтому я решил, каким образом. Я вам расскажу сейчас блок немножко про открытие, так как связку Сергей показал. В принципе, я готов тоже отвечать на вопрос на этот счет. И в конце у меня будет предложение как раз-таки про связку для всех вас, участников вебинара. Давайте для начала познакомимся, без этого никак. Вначале кто такой я, а потом кто такая компания. То есть я совладелец компании. Если найти, открыть сайт один из битрик, тут обычный, и вбить Николай Тимофеев, можно много почитать, как я здесь в разных компаниях, еще будучи в свое время наемным сотрудником работал, и, собственно, здесь можете много полезной информации еще из прошлого подчеркнуть. А теперь давайте немножко к презентажке. Компания SolvePro, она небольшая у нас, но при этом мы интернет-компания. Офис у нас на Алексеевской в городе Москва, а так мы работаем по всей России и сотрудники у нас тоже по России на самом деле. Создана была специально для внедрения битрикс24 CRM, но так как был большой опыт и вот я показал где посмотреть и там клиенты например N-City, пару лет мы с ними работали, проект с интеграцией я выпускал с 1S-кой, Prology тоже, там 5-6 сайтов мы делали, ну вообще много всего, то куча обращений по сайтам, поэтому вот так получилось, что по сайтам у нас тоже большая компетенция. Например, за прошлый... Я сейчас буду рассказывать про некие сравнения подходов классического подхода общепринятого и вот которые я вам сейчас расскажу на основе готовых решений. И так получилось, что за прошлый год мы выпустили таких решений ну наверное 2-3 десятка, ну то есть в десятках измеряется все достаточно быстро, вот при условии, что мы сконцентрированы на внедрении CRM-систем, в первую очередь битрикс24. Смотрите, этапы есть общепринятого подхода дизайн-верстка программирования, это производственные этапы, до этого что-то может быть и на самом деле задача как можно быстрее пройти вот этого программирования, чтобы перейти к этапу развития проекта, ну чтобы он уже работал и на нем могли появиться клиенты и получать нормальную взаимосвязь от клиентов. Дело в том, что вот эти этапы они очень длинные, то есть для интернет-магазина пока напишется ТЗ, пока делается дизайн, дизайн в начале главная страница, потом внутренний отрисовывается, угадали сразу нет, может быть вот это самый большой этап, потом это все дело переводится в код и подключается к системе управления. Ну реально, как практика показывает, если вы потратили на разработку интернет-магазина, ну не знаю, там три месяца в общей сложности, вам очень хорошо повезло, я говорю про индивидуальный проект. При этом рынок меняется, все меняется и самое главное, что в процессе выхода проекта может быть родилась какая-то новая идея и надо было немножко по-другому работать. А так как магазины сами между собой по структуре похожи, то есть везде есть карточка товара, список товаров, корзина, они более-менее похожи, то можно в принципе выбрать одно из более чем трехсот решений из основы и быстро запустить этот сайт и соответственно связать с CRM-кой. Об этом тоже я сегодня скажу. При этом вы сразу видите, что происходит, ну в общем концепция хорошая, покажу примеры. Причем это подходит как для новых сайтов, когда нужен новый, современный, так и для старых, причем можно сделать без потери позиции продвижения. Та же самая схемка только для быстрых проектов. Вот этих вот уточнить задачу, что к чему, запуск может быть и вообще моментальный, быстрый, ну и очень сильная экономия на верстке на программирование. Здесь есть важный нюанс, что нужно выбрать максимально близкий по визуальной структуре. Сейчас, наверное, вот здесь я отключусь, переключусь на каталог готовых решений. То есть, есть вот каталог готовых решений Marketplace Битрикса, 329 магазинов из них, вот этот совсем бесплатный, входит в коробку, ну и есть куча разных, вот тоже неплохой, смотрите, всего 7000 стоит, есть какие-то бесплатные, а есть какие-то, которые стоят там по 50 тысяч, тоже цену свою оправдывая. Таким образом, средняя цена этого магазина сейчас, ну, наверное, где-то 15-16 тысяч рублей. Этот магазин, он, ну, давайте первый попавшийся, он реально первый, тоже весьма хороший. Ему требуется редакция, эта редакция, возможно, у вас уже есть, но имеет смысл при работе с какими-нибудь партнеров, все вопросы по лицензиям, в том числе решения из Marketplace, покупать через партнера, с которым вы работаете. Заложены некие скидки у партнеров, это дает возможность вам что-то, ну, грубо говоря, подарить, какие-то часы и прочее. Вот видите, от 50-50, это только за лицензией, но я сейчас покажу примеры, когда это дело, причем можно онлайн посмотреть демо, как выглядят те или иные решения, некоторые из них с настройкой всевозможными, там узкий, широкий и прочее, прочее, прочее. Цвета подкрасить, вот, и вы видите, каким образом это дело сразу происходит. И так как магазины очень многие похожи по структуре, то вот наверняка из вот этих вот 300 решений можно что-то подобрать себе. Причем нужно выбирать именно по визуальной структуре, то есть вот если вам визуально нравится вот такое расположение блоков, визуально нравится вот то, что здесь будут товары, то таким образом, ну или там карточку товара, если какую-нибудь попасть, вот что список товаров будет таким образом выглядеть, и карточка товара будет именно вот такой. Потому что дело в том, что отключить что-то достаточно просто, а вот добавить это уже идет по индивидуальному циклу разработки. И мы вам советуем на самом деле максимально быстро выпускать и дорабатывать уже по-живому, устанавливая метрики, счетчики и смотреть, как ведет себя посетитель уже под него, а не под то, что у вас заложено в голове. Так, таким образом, как происходит подбор решения? То есть заказчик обычно вот заходит вот сюда, то есть попасть сюда очень просто, на сайте Питрикса, где мы были, здесь сверху есть кнопка Marketplace, и выбирается либо готовый сайт, либо магазины, надо брать естественно адаптивный, чтобы вот сейчас он с мобильных открывался, сейчас благо вот эти все первые они такие есть, и мы хотим получить от заказчика 3-5 каких-то решений, которые ему нравятся предварительно. Дальше мы в диалоге, снимая всего требования, делаем подборку, может быть что-то выберем из этих 3-5, может быть это будет какой-то новый совсем, но наша задача в диалоге выбрать один с вами. Дальше вот так примерно выглядят требования заказчика, показ с текущего слайда, не знаю как горячий кнопок закустить, то есть нам нужно, чтобы заказчик понимал структуру свою, чтобы мы глядя на шаблон могли понять где какая структура будет, и чтобы мы проговорили по выбранному шаблону на некое соответствие, грубо говоря, у нас есть поле партнера, что в выбранном решении она будет иметь соответствующий шаблон, шаблон визуальный, что карточка вот этого партнера будет так-то выглядеть, при этом если 3-5 примеров из каталога желательно оттуда. Дальше пишется постановка задачи нами в диалоге с вами, и вот схематично по блокам, то есть по выбранному решению делаем принскрины и какие-то блоки зачеркиваем это мы убираем либо контекстик пишем, это тоже такой набросок постановки задачи. Вот этого достаточно, чтобы сильно сэкономить время. Вот я сделал план сравнения общепринятого подхода, который только на программирование занимает месяц, до двух месяцев, то соответственно здесь есть примеры, когда старт просто нулевой, ну в смысле не требует старта. Вот как раз к этим примерам давайте посмотрим. Давайте с нулевого наверное начнем. То есть вот один из моих клиентов выбрал вот такое решение дом март, щелкаем онлайн демо как он выглядит, хом варе, понятно. Далее на основе этого решения запустили вот такой магазин Fancy Flat. Были всего лишь потом, через месяц доработки на пару тысяч рублей, реально на пару, потому что кое-какие ссылки некорректно отражались. И собственно вот и все, заказчик при наполнении за полтора месяца получил уже свой первый заказ. А при этом это магазин. Бывает, когда мы берем не магазин, а например интернет-витрину. Вот пример там сайт Monopoly. также вот здесь он выбирается. Понять, что это витрина, достаточно посмотреть, что она находится на редакции Start. Смотрим онлайн-демо. Синенькое, выглядит таким образом. Меню, товар и прочее. Вот на выходе. Как вы видите, перекрашены цвета под фирменный стиль заказчика. И собственно здесь правок на самом деле особо не было при запуске этого проекта. может быть там по мелочи что-то отключили. Как я говорил, в постановке задачи как раз прописали лишнее. Давайте я вам сейчас покажу пример, когда это был даже не магазин, а просто корпсайт, но пример просто очень наглядный со сменением дизайна, чтобы вы посмотрели. То есть вот мохита выбрана, онлайн-демо почему-то у них ругается. Давайте проигнорируем. То есть вот так выглядит дизайн заказчику понравился, это главная страница, ну там услуги, прочее, прочее, портфолио. А вот что получили на выходе. Переделали немножко шапку по мелочи, ну и как вы видите это решение это же. Ну вот закрепили минимум. Все адаптивно. И самое главное, что вот этот же самый шаблон, этот же самый, для другого фитнес-центра выглядит вот таким вот образом. То есть видите, какая-то фоновая картинка другая, по-другому совсем выглядят услуги, но технически это тот же самый шаблон. В этом-то и прикол, что запуск вот этого проекта, он на самом деле занимает не так много по времени. Таким образом, решение можно в каталоге посмотреть, ну то есть сколько стоит, если к вопросу. Вот этот современный магазин, когда мы берем битрексовый, нужна только редакция малый бизнес для начала. видите, как он выглядит. То есть по факту для его запуска, то есть если у вас есть хостинг адекватный, вы через нас купите эту лицензию, мы его можем просто бесплатно поставить. Будете наполнять, подменять своим товаром. Вот, кстати, пару примеров, которые тоже хотел на это что-то показать. Вот решение на основе этого готового магазина, одно из их, это Потешкино, ничего не изменялось, отключилось там что-то по мелочи. Проект старенький, А вот эта сеть кафе Double B, ну, московская сеть, если адреса посмотреть, то в принципе их достаточно много. То есть тоже ребята сильно не заморачивались, то есть неудорство и лукаво, как говорится, открыли на основе готового решения вот такой вот себе интернет-магазинчик, и это тоже из коробки. Для примера, не знаю, почему так долго не запускается новое решение уже на редакции бизнес, здесь с таким с параллакс-эффектом, вот он заполненный в принципе есть. Но вот надо вопрос наркоменеджерам, тем не менее это решение тоже уже давно готово и ждет своего часа, чтобы запуститься. Так, также я еще хотел вам показать сегодня пример запуска магазина на основе электросилы одного из я с этим решением выступал, ну, в смысле с запуском на основе электросилы, и здесь у Битрикса классический идет, например, вот видите, каталог и адрес сайта, вроде ЧПУ все в порядке, но SEO-специалист говорит, а мне нужно, чтобы вот этот адрес был без слова каталог, чтобы все товары словно лежали в корне. Эту штуку переписали и вот Виндюкомшоп, магазин на основе электросилы, он уже сделан таковым. Вот вопрос к цене, смотрите, получается, 35 тысяч стоил Битрикс, там в районе 20 тысяч стоит, стоит вот это вот решение, уже 55, и вот это плюс переписывание, запуск, проверка, чтобы вот эти почтовые сообщения при заполнении, купить в один клик корзину, все, приходили на почту и прочее, ну, на самом деле перепиливание вот этой фигни в первую очередь вышло, и заказчик получил за 102 тысячи рублей, и за пару недель вот этот проект, потому что оплатил он физически после января, после январских праздников, и делали вот эти вот вторую, вторую половину января, собственно, после получения оплаты. Вот такая концепция дает возможность очень быстро сэкономить и стартовать. А самое прикольное, что сегодня Сергей показывал, когда вот эти вот, эти примеры я вам показал уже, есть еще ряд примеров презентажки, которые, наверное, смысла нет. Как выбирать, я сказал, на что обратить внимание, что подбирайте 3-5, и, в общем, позволяет очень быстро стартовать. Маленький момент, что для всех этих проектов мы рекомендуем сделать первичную серооптимизацию. Дело в том, что с предыдущего шаблона у нас могут при отключении появляться какие-то битые ссылки, то есть удалили какую-то часть блоков и что-то ушло не туда. Сразу это все просмотреть не всегда удается, либо, грубо говоря, заказчик удалил какой-то контент, либо введут на сайт разработчика, на соцсети. И получается то, что лучше сделать это первичную оптимизацию, в том числе специалист поработает над текстами, над прочим. Это единая плата и стоит в среднем около 20 тысяч рублей, 19 900, по-моему. Так, и, собственно, что я хотел дальше сказать именно про заведение. Вот смотрите, вот у нас есть какой-то сайт, у него есть форма заказать звонок. Вот всплывает форма. Дело в том, что вот эта самая форма может быть ваша форма в CRM, которая создана. То есть, да, можно перекрасить ее под вас в ваших цветах. Это функционал CRM-форм, то есть, CSS-файл, ну, есть некий файл, который управляется и можно вот, чтобы в вашем дизайне ничего не поменялось для старого сайта либо для нового, чтобы все вот эти заполнения сразу попадали в ваш Bittrex24. А первый момент и второй момент, то, что про вот эти онлайн-чаты, то, что Сергей показывал, это штука, которая устанавливается в принципе на любой сайт и вот для Magic того же вот эти вот венеговые аппараты эта работа делалась для сайтов на других системах управления. А сейчас я вам хочу сделать предложение только для участников вебинара. Я специально чуть-чуть увеличил, но, грубо говоря, это вот такое однодневное внедрение пакетное, которое позволит вам настроить вашу Bittrex24. Обычная цена составляет 14 тысяч рублей для вот этого одного отдела, когда отдела 2, то 16 тысяч. Я думаю, что цена будет пересмотрена и здесь сейчас, ну, а пока для вас, для участников вебинара она будет составлять 10500. То есть мы создаем портал вместе с вами, создаем его, настраиваем все поля, настраиваем права доступа, помогаем с загрузкой базы, если база у вас очень много файлов, то мы показываем на одном двух примерах, а дальше по факту обучаем вас, чтобы вы дальше остальные загрузили. И проводим обучение. Проводим обучение, таким образом, ваши менеджеры, вот видите, знакомство с системой и прочее, причем это удаленно через скайп, либо с выездом по городу Москва, и обучение руководителей. Таким образом, вы по результатам такого однодневного внедрения сможете начать уже работать в Bitrix24, и обратите внимание, мы подключим несколько независимых на чем сделанных сайтов онлайн-консультант форму, и сделаем одну форму в рамках вот этой стоимости. Остальные формы по затратам занимают от получаса до часа, на самом деле, каждая из форм тоже можно оценить, пообщаться. И есть у нас потом в течение одной недели мы удаленно консультируем, в течение одного часа отвечаем на вопросы. Вот эта практика показывает, что вот это именно быстрый запуск для того, чтобы вы начали работать в системе Bitrix24. Я вот пробовал вот такую замечательную штуку. И при этом единственное, вот у нас в календаре, видите, сколько подтянулось. Единственное, что иногда есть желание заказчиков выгрузить с 1. Нески или еще какие-то свои связи. Все окей, все здорово, но просто на следующие этапы. Главное, чтобы у вас начали работать менеджеры и начали с этим взаимодействовать. Для того, чтобы оставить заявку на вот такое внедрение короткое, вам нужно зайти на наш сайт solvia.pro. И мы только сегодня подменили баннер, пускай он говорит про сайты, но тем не менее решили не сильно не отрисовывать. Информация об акции, заполните обратную связь, выберите, что вас интересует, сайты за 5-10% стоимости, просто настройки форм, либо вообще в целом все внедрение, либо быстрое внедрение CRM, вот как раз эта скидка за 10500, то, что я вам сказал, пакетное внедрение. У вас есть возможность до завтрашнего вечера 23.59 оставить заявку на сайте и дальше мы с вами связываемся и до 28 числа оплатить и дальше договоримся, когда произойдет внедрение. В случае первых для участников вебинара будет скидка 10% на услуги, а в случае пакетного финальную стоимость я назвал. Коллеги, как мы с вами понимаем, по нашему докладу про интернет-магазины CRM большую часть рассказал про связку Сергея, я сделал вам об этом предложение, ждем от вас информации, ждем от вас обращений, с удовольствием пишите, звоните, а я вам рассказал про то, как на готовом решении быстро, экономично запускать интернет-магазины, да и в целом сайты как таковые. Сейчас есть возможность ответить на часть вопросов, если Сергей на них еще не успел. ответить. Спасибо, Коль, мне кажется, вот есть самый важный для тебя вопрос, это как заказать доработки к магазину. Все очень просто, то есть мне нужно адрес вашего сайта и еще раз доработки, это значит, что у вас есть какой-то магазин, давайте что-нибудь откроем, у вас есть какой-то магазин и в нем что-то сделано не до конца, сделано не так. Мне нужна вот эта вторая часть, мне нужно, чтобы вы описали, что должно быть так. А дальше в зависимости от объема этих доработок я либо как ну как на примере клиники врачей, да знаете, я скажу окей, аудит вот этой всей написанного, ну врача они как делают снимок, например, не знаю, там зубы, да, и говорят, теперь вердикт наш такой. Либо я скажу, аудит будет стоить столько, после него я назову финальную стоимость, либо если этих доработок мало, есть вероятность, что мы скажем, окей, это стоит столько-то денег. То есть еще раз, грубо говоря, сайт и описание того, что должно быть на выходе. Вот, это дает возможность с вами в диалоге пообщаться и оценить доработки вашего сайта. Куда тебе присылать-то? Спасибо большое, Сергей. С нами связаться очень просто. Это единая почта и единый телефон. Инфо собачка Solvy Pro, либо на сайте вы видели, где заполнить форму, либо телефончик следующий. Там, связавшись с Николаем, мы, в принципе, достаточно оперативно все порешаем. Также я буду подключать дополнительных менеджеров для работы, потому что сам иногда бывает не успеваю, ну и правильно, когда у нас несколько взаимодействий с клиентом. Там, на самом деле, у клиента, судя по тому, что он пишет, крутой шоп от ASPRO. Ну, отлично. Давайте посмотрим. Это хорошее решение, которое и дорабатывается легко, и вообще оно очень удачно. Мы вообще любим ASPRO-шные решения, и я могу сказать, что вот из нескольких десятков за прошлый год запущенных из них, наверное, ASPRO-шных, ну, наверное, процентов, может быть, 60, ну, то есть, прям много. Есть еще ряд? Решения неплохие. Есть еще вопрос про табличку. Ты показывал какую-то табличку, просит выслать участникам вебинара. Вот это, видимо. А, это твои внедрения? Понятно. Коллеги, да, это табличка, это на внедрение, то есть, я предлагаю пакетное внедрение CRM Bittrex 24, в котором мы заведем с онлайн-чата, в том числе, вам туда, ну, то есть, настроем, обучим, вы сможете работать с этой системой по крайней мере, первично. И для того, чтобы это все дело получить персонально для вас, нужно зайти на сайт solovi.pro и вот на первом самом баннере, который про сайт за 10% стоимости, нажать об акции, заполнить вот эту форму, выбрать быстрое внедрение, либо то, что у вас еще нужно, и мы с вами свяжемся достаточно оперативно. И вы получите такую табличку на внедрение, пожалуйста, в том числе. Так, вот тут вопрос. Дмитрий спрашивает, для чего в лидах сделок сотруднику позволено менять ответственного? Мне казалось, это привилегия руководителя. на самом деле тут можно спорить о том, чья тут привилегия. Вопрос дискуссионный, скорее. Если у вас стоит задача запретить, то есть вы можете прям запретить изменения в принципе, леда и сделки ответственному, то есть он может менять только статусы, либо можно настроить бизнес-процесс, который будет уведомлять или даже автоматически возвращать обратно ответственного, если произошла смена. То есть есть система автоматизации, которая может вас защитить от коварства сотрудников, которые решат скинуть себя полезного клиента. Ну, в чем я сомневаюсь на самом деле, хотя такое может быть. Действительно, бизнес-процессы и роботы могут защитить здесь систему, чтобы все было так, как вам нужно. Так, еще вопрос с Анатолией. Можно ли интегрировать 1S Bittrex с 1S CRM? Ну, насколько я знаю, можно? Коль, мне кажется, ты знаешь про 1S CRM. Мы делали интересные интеграции с ними, в том числе для сквозной аналитики. Давайте так сделаем. То есть ответ можно, вопрос просто что конкретно? Давайте с вами связемся, пообщаемся. Да, тут и второй вопрос. Это про связку 1S Bittrex и Bittrex 24, с чем должна интегрироваться 1S управление торговлей. Вообще по-правильному с 1S Bittrex управлением сайтом. То есть там основная связка нужна там. Если у вас интернет-магазин, то связка с торговлей нужна именно там. Bittrex 24 будет выполнять роль CRM-системы и в общем все, что надо иметь и без этой связки. Интеграция с моим складом. Да вроде есть в приложениях в Marketplace есть интеграция с моим складом. Их даже несколько решений. Да, есть несколько решений. Мы можем порекомендовать проверить. Да, вот Коля может спросить и подскажет. Сервис у них плохой. А, Андрей это про АСПро. Но мы передадим коллегам, что у них есть отзыв о том, что плохой сервис. Хотя я с ними работал, вроде хорошо работают ребята. Может быть вам где-то не повезло. На самом деле работают с поддержкой неплохо. Но есть у вас альтернатива в виде SolvePro. Есть ли разграничения по ролям пользователей? Да, разграничения по ролям есть и в том и в другом продукте. То есть и в Bitrix24 и в CRM есть роли различные. Можно по-разному назначать и настраивать доступ. Ну и в общем у Bitrix с сайтом тоже есть роли. В общих настройках при внедрении CRM у нас как раз помимо того, что мы настраиваем по два сорти-поля, помогаем, в том числе перед тем, как запустить остальных сотрудников, мы создаем все необходимые права для них. С разграничением. Ну, насколько я вижу, вопросов больше нет у нас. Я предлагаю на сегодня заканчивать, отпустить их пообедать и самим пойти. На этом, наверное, мы закончим. Я сейчас выключу.